Вам нужен мастер. Мы всегда поможем. Техкаран. Город Славянск. Обслуживание кондиционеров и тепловых насосов. Телефон 050-520-8265. Обращайтесь к нам. 24 июня, 10 лет назад, при взлете с горы Карачун возле Славянска был сбит украинский военный вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли 9 человек. В селе Новоселовка состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятному знаку погибшим. В мероприятии приняли участие начальник Черкасской поселковой военной администрации, представители Центра безопасности граждан, полицейские офицеры общества, работники Черкасского поселкового совета. 22 июня в Славянске патрульные остановили автомобиль ГАЗ, которым управлял 52-летний водитель. Во время проверки авто полицейские обнаружили пиво и слабоалкогольные напитки общим объемом 1944 литра. Для расследования ситуации вызвали следственно-оперативную группу из Краматорска. 15-летняя Владислава Титова эвакуировалась с семьей из села Звановка Бахмутского района в мае 2022 года. Приют нашли в Славянске. За это время девушка не только адаптировалась к новому городу, но и стала волонтером, занимается с детьми младшего возраста и собственным примером показывает другим подросткам, что реальный мир гораздо интереснее виртуального. В среду, 26 июня, с 8 до 12, в отделении трансфузиологии Славянской городской клинической больницы состоится день донора. Предварительную запись на участие можно сделать по телефону 095 015 26 16. Сейчас будет держать эвакуацию в очень прямом способе из города Торецк, потому что враг находится очень близко к городу, а всех других мест, которые находятся на линии фронта, эвакуация продолжает. И очень большая количество людей, например, в городе Торецк, выезжает за добу на позавчера, там находилось более 6 тысяч людей, сейчас 5,5 тысяч, и с каждым днем, с каждым часом люди с места Торецком не выезжают. В центре Славянска сотрудники КП «Благоустрий» ремонтируют участок дороги по улице Почтовой в центре города. После апрельского прилета в дорожном полотне образовалась воронка приличных размеров. Затем были приняты временные меры, чтобы обеспечить проезд по этой дороге. А сейчас, судя по всему, производится капитальный ремонт этого участка дороги. Славянска Соболевки жалуются на свалку, которую устроили отдыхающие. Подписчики пишут, что после рекламы в живописное озеро массово поехали люди и превратили пляж в сплошной ужас. Очень обидно и неприятно, мы убирали для пляжа, для детей, а в итоге люди превратили пляж вместо распития алкоголя, срача и свинства. Из трех помостов один сломали, буквально недавно. Привет! Это блогер Мария Сославянска и обзор на кондитерский магазин Сукуркова хата. Находится магазин на Артема, район Лесной, напротив 10-й школы, немного выше Авроры, по адресу Бульварная 5. Ну что ж, приступим к обзору магазина. Магазин небольшой, но выбор просто, глаза разбегаются. Сколько же тут конфеты? Я скажу, цены очень даже хорошие. Если сравнить с супермаркетом, например, с чудо-маркетом, то тут цены на конфеты 30, 40, 50, 60 и даже 70 гривен разницы. Еще есть напитки и стенд с солененьким. Стенд с ппшной продукцией, он тоже есть, да. И, конечно, много-много различного печенья. Все свежее, завоз продукции каждый день. И куда же этим летом без мороженого? Тут большой выбор и хорошая цена. В Сукурковой хате есть тортики, пирожины. Производитель Днепр, Харьков, Славянск, Валенсия. Выглядят тортики очень красиво и цены тоже по карману каждому. А еще в магазине есть терминал. График работы с 8 утра до 20.40 вечера. По ассортименту есть шоколадки, чаи, кофе, какао, соки, кукурузные палочки и пластивцы. Еще есть очень классный отдел для деток. Например, тут чупа-чупсы по 3 гривны. Можно купить желешки, конфеты, шоколадки, маршмеллоу поштучно. Очень классный магазин, шикарный ассортимент и низкие цены. Обязательно приходите за покупками в магазин Сукуркова хата по адресу Бульварная 5. Тут вас ждет хорошее настроение и очень крутая атмосфера. На этом у нас коротко все новости. Хорошего всем доброго дня и спасибо за внимание.